Дорогие девчонки, всем привет! Я очень рада, что вы заглянули на канал Крисан. Меня зовут Кристина. В сегодняшнем ролике я подготовила для вас пустые баночки за август. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть. Желаю вам приятного просмотра. Косметики у меня накопилось так много, что я бы хотела разделить это видео на две части, но я попытаюсь вам рассказать про каждое средство по минимуму. И самое важное, понравилось мне или нет, стоит ли брать на мой вкус и цвет. И если вам будет что-то еще интересное, то обязательно задавайте свои вопросы внизу в комментариях под видео. Давайте начнем. И сегодня я хочу начать именно с таких средств, которые были у меня в одноразовых упаковках, либо вот в таких в общем. Первое, что я вам хочу показать, это будет земляничное мыло от компании Faberlic, линейки Beauty Cafe. Мне понравилось это мыло, оно отлично пенится, оно оставляет после себя прекрасный аромат, но все-таки на мой вкус с черно-смородиной мыло намного вкуснее. Следующее, что я попробовала, это была умывалочка от компании Dr. Skin. Здесь ее было очень мало, всего 3 мл, поэтому я не успела ее распробовать и не поняла. Зато следующий продукт, это скраб от компании The CM Корейская косметика, мне очень понравился. Он такой кремовый и мелко-мелкодисперсный, то есть он очень нежно и деликатно очищает кожу, и я бы смогла купить себе такой полноценный размер, понравился. Следующее, что мне очень понравилось, это гель-крем для душа от компании Dav, который мне попался в каком-то из журналов. Здесь 7 мл, отлично, хватит вам однозначно такого пробничка. Мне понравился, очень нежный, очень деликатный, прям в восторге. Я от него обязательно попробую полноразмерный продукт. Я вообще очень сильно люблю косметику Dav за ее прекрасные отдушки. Следующее, это у меня умывалочка для лица также от компании The CM, тоже я в полнейшем в восторге, мне очень понравилось. Бамбуковая маска увлажняющая от компании Airborian. Она была здесь тоже объемом 1,5 мл, аж ее было очень-очень при очень мало, я ее не успела распробовать, так что не вижу смысла заострять на ней какое-то внимание. Вот такой крем, у меня есть еще такой пробник. Это крем от компании Vichy. Он потрясающий, вот просто потрясающий. Легкая текстура, отличное увлажнение, опять с плюсом, повторю однозначно. И может быть даже себе куплю. Следующая умывалочка также от компании The CM с оливкой, тоже в полнейшем в восторге от нее. Потрясающие продукты, кстати, все они мне попались. С моим заказом в магазине Топ Крем. У меня, кстати, есть отдельное видео, если интересно, ссылку обязательно оставлю. Закончилось два пробничка маски LSEF. Это роскошь 6 масел, легкая питательная маска, потрясающая. Я просто от нее в восторге. У меня есть еще одна, и я ее берегу как зеницок. Потрясающе. Обязательно куплю себе полноразмерный продукт, и вы присмотритесь в каждом журнале. Мне кажется, вкладывают такие маски, ну, по крайней мере, раньше точно вкладывали. Хороший продукт, однозначно рекомендую. Далее у меня закончилось трио от Kora. Вот в такой коробочке это все шло. Гаммаж. Мне очень понравился. Деликатный гаммаж с фитоэнземами для всех типов кожи, включая чувствительную 18+. Потрясающий. Вот потрясающий, мягкий. Вообще моей коже гаммаж и не подходит, но этот потрясающий. А вот этот ночной и дневной крем, вечерний и дневной. Мне не понравились. Они хоть идут 30+, мне они не понравились. Я их не распробовала, не поняла. Не буду брать. Далее ватные диски 365 дней. Очень хороший, мягкий. И рекомендую. Бюджетные. Хорошая находка. Далее покажу вам масочки. Корейские. И не только. Это у меня вот такое количество масок кончилось. Первая это антистрессовая маска Ромашка. Потрясающая. Она очень классно увлажняет кожу. Она придает ей сияние, бодрит. Я в полнейшем восторге вот от этой маски. И обязательно ее повторю. Я уже нашла немножко другую. Она тоже в такой вот типа баночки. Парфюм Лидер. Обязательно попробую. Они, кстати, не очень дорогие. Точно. От Skin Line. Потрясающие маски. От компании Sherry. Для рук. Как она увлажняет ручки. Просто потрясающие. Девчонки. Однозначно тоже могу рекомендовать. Безумно классные. Далее маска. Даже две я вам сразу покажу. Это маски от компании Z7. Томатная и маска Авокадо. На них я снимала отдельный тест-драйв. Ссылку на это видео я обязательно оставлю под роликом. Это, кстати, там же я показываю пробнички, которые только что вам показывала. Маски бомбезные. Потрясающие. Я даже долго не могла определиться, какая мне нравится больше. Они абсолютно разные. Действуют практически одинаково. Но все-таки подход у них разный. Они такие классные. Увлажняют кожу просто на ура. Как она сияет. Она такая здоровая после них. Как-то лицо меняется сразу через 25 минут после их применения. Потрясающе. Далее это маска огуречное успокаивающее с коллагеном и огурцом. Тоже очень хорошая. Обязательно ее повторю. Уже накупила несколько штучек. Тоже от Skinline. Вот в таких вот упаковках. Только они других цветов. Мне очень понравилось. Далее гелевые подушечки для области вокруг глаз. Там было две упаковки. Шли они вот в таких. Одна у меня все еще лежит. Но я решила вам показать. Мне так себе. 50 на 50. Это были мои первые патчи. Я просто не знаю, чего от них еще ожидать. Поэтому я как-то не определилась. Тоже от компании Sherry. Ну не знаю. Двоякое такое мнение. И понравилось. И как-то ничего особого вроде не произошло. И давайте приступим к вот этой корзинке, которая у меня здесь есть. Закончилась у меня мицеллярочка от компании Nivea. Смягчащая. Три в одном. Здесь было 200 мл. Хорошая. Мне понравилась. Она не щипет глаза. Она отлично удаляет макияж. Как бюджетный вариант. Просто отлично. Ее можно покупать. Ее можно брать. Она не щиплет глазки. Она не щиплет кожу. Эта мицеллярка после применения не вызывает дискомфорта. Ну очень хороший продукт. Куплю себе еще такой. Наконец закончился тональный крем от компании Сибирское здоровье. Линейка Enigma. Точнее вот он называется Enigma. В 30 мл здесь было. В оттенке 0,1 у меня. Хороший крем. Мне нравится. Он пах так травянистый. Перекрывал все мои покраснения. И хорошо удалялся. Мне подошел прекрасно. Далее выбрасываю укрепитель для ногтей от умной эмали. Мне нравился он. Но он уже подсох. Хорошо укрепляет ногти. Они не слоятся, не ломаются. Тоже могу рекомендовать. Я бы себе купила. Но у меня еще куча всего. И я хочу больше тестировать. Поэтому пока к нему еще не вернусь. Закончился потрясающий крем от компании Skin & Co. Это кокосовый крем. Ну просто потрясающий. Вот он реально просто потрясающий. Он отлично увлажняет кожу. Обволакивает ее. И долго не дает ей высыхать. Хороший крем. Присмотритесь, если где-то увидите. Вот это моя любовь. Это флюид, который сделали специально для моей кожи. Для проблемной жирной кожи. Для лица. Я ее заказывала на сайте. Вот эту баночку. Крема я заказывала на сайте Ната Косметик. Крем прекраснейший. На лето было самое то. Вот прям серьезно. Это летний вариант моего крема для лица. Отлично помогает. На этом сайте могут подобрать для вас. И создать специально для вас любое средство. Какое вы только захотите. В общем, обязательно тоже ссылку на него оставлю. Но если интересно, вдруг заглядывайте. Крем потрясающий. Дальше кончилась паста от компании Фаберлик. Свежая мята. Вообще не впечатлила. Не понравилась. После нее неприятно послевкусие. Так что не рекомендую. Брать больше именно эту не буду. Но попробую. Хотя есть линейки другие. Закончился флюид для лица шелковый уход. От компании Калаген 3D Medical. Нравился. Действительно нравился. Я его наносила как базу под макияж. Он отлично увлажнял. Он ухаживал за кожей. Не забивались поры у меня. Хорошее средство. Я бы тоже повторила. Одна из капсул. Восстанавливающая горячее масло. От компании Green Mama. У меня где-то еще может быть здесь есть. Я уже не одну использовала. Мне нравится. Она очень хорошо восстанавливает структуру волоса. Волосы после ее применения не пористые. Вот эту капсулу я использовала полностью на один раз. А вообще я делю такую капсулу на два. Здесь масло. Оно мне тоже очень нравится. Сниму отдельный обзор. Дальше крем. Который мне попался в коробочке из медики Dr. Bauman. Ссылку, кстати, обязательно оставлю. Тоже у меня была распаковка. Называется он Liposom T3. Понравился мне. У меня не одна даже, а три таких маленьких баночек. Очень хорошо брать такой с собой в отпуск. Своевременно как раз таки было. Два раза я его брала в отпуск. Мне нравится. Мне нравится именно этот крем. И просто он классный. Я бы заказала себе полноразмерный продукт, потому что просто классный. Это две пилочки, которые идут вот такие вот выпуклые. И палочка апельсиновая. Это я до кучи положила. Я не люблю такие. Поняла, что мне вообще такие не нравятся, не подходят. И они еще пилят, но мне не подходят они. Поэтому я даже больше брать не буду, заморачиваться и так далее. Дальше. Подводку выкидываю. Сегодня я дала ей последний шанс. Она испортила мне абсолютно весь макияж. Мне пришлось несколько раз перекрашиваться. Это от компании Artvisage. Никому ее не рекомендую. Она отвратительная. Просто летит в помойку незамедлительно. От компании Dr. Bauman. Лосьон для тела Супер называется он. Здесь 3 мл. Хороший лосьончик. Он пах клемпуа. Мне казалось, и вообще он сам был как клемпуа. Но хорошо увлажнил. Это главное. Мне понравилось. Кстати, вот еще одна пилочка от L'Occitane. Точно такая же, как и прошлые. Три лака выбрасываю. Они уже у меня засохли. Ну, либо не засохли, по крайней мере, вот этот. Но наносится пляшиво. Этот компаний Vivienne Sabo. Купила его за его прекраснейший оттенок. Не читая отзывов. У меня оттенок 108 с кальцием и шелком. Вообще, с первого же применения мне не понравился. Миллиарды шансов я ему давала. Больше не дам. Вот выбрасываю и больше покупать из этой линейки я не буду. Colorama. Красная. В 322 оттенке. Потрясающе. Лак очень быстро сохнет. Но он у меня подсох. Может, я забыла его закрыть. Но мне кажется, он просто у меня подсох. Конечно, им еще можно пользоваться, но через 2-3 нанесения. Вот 3 ногти я накрашу, а на четвертом он начнет пляшивить, начнет выкабениваться. Так что его тоже я выбрасываю, к сожалению. Но обязательно куплю такой еще. Сиреневый. Тоже потрясающе. Очень красивый такой пастельно-сиреневый цвет. Он тоже начнет засыхать, к сожалению. Люблю такие маленькие. Я люблю их много покупать. Потому что это отличный вариант разнообразить свой маникюр. Вы можете наносить постоянно разный, отлично держится. Особенно, если наносить на базу, а потом еще и закрепить. Это будет потрясающе. Будет держаться несколько дней. Но я думаю, с таким количеством лаков, как у меня, можно и менять маникюр хоть каждый день. Далее. Вот еще от Доктора Бауман. У меня маска Алоэ Вера. Увлажняющая. Классная. Я на юге как-то сгорела. Не то, что сгорела. Что-то у меня лицо покраснело. И я нанесла эту масочку. Она быстро успокоила, отлично увлажнила. И я бы тоже заказала такой полноразмерный продукт. Мне понравился. Дальше не успела я... Ну, успела попробовать почти половину баночки. Но у меня как-то быстро все свернулось. Даже в холодильнике от Nata Cosmetic молочко для тела. Это молочко очень-очень легкое. Оно нежно ложится на кожу. И отлично увлажняет. Прям потрясающе. Но лето тоже отличный вариант. Закончился шампунь от Coco Choco. Boost Up линейка для объема волос. Влюбилась в шампунь. Потрясающий. Отлично увлажняет. Отлично придает пышность волосам. Делает их более густыми. Классный. Могу рекомендовать. Мыло от Duff. Тоже очень хорошее. У него удобнейшая помпа. Я мыла руки постоянно в ванной. То есть у меня одно на кухне мыло. Второе есть и обычный брусочек. И третье вот это мыло тоже находится в ванной. Я им мыла только руки. Оно классное. Оно нежное. Оно потрясающее. Далее у меня закончилось средство от Avon. Очищающее кремообразное средство для женской интимной гигиены. Обычно меня не вызвало восторга. Так что я даже не знаю рекомендовать или нет. Но я больше такое не куплю. Дальше кончилась пена для ванн. Антистрессовая с бергамотом и цветами лотоса. Потрясающе. От косметики Тима. От компании Тимакс. Комплимент. Здесь 500 мл. Она очень классная. Она так расслабляла. Она воздушная. Ее очень много. Но держится она крайне мало. Где-то полчаса. Может минут 20-15. Практически последнее, что у меня закончилось. Это мой очередной отшелушивающий скраб от Avon. Сенсус 200 мл. Морская лагуна. Освежающий. Очень классный. Подходит мне зимой и летом. Круглый год. Я его обожаю. И обязательно повторю еще раз. Он отлично отшелушивает. И последнее. Это соль пихтовая. Для ванн. Натуральная косметика. Морская соль древнего моря с экстрактом пихты. Очень ее люблю. Сто раз вам ее уже показывала. Ее можно, кстати, купить в промке. Совсем недорого. Отлично смягчат воду. Она была зелененькая. Окрашивала воду. И ненавязчиво пахло пихтой. Ну и на этом сегодня все. Я надеюсь, вам понравился данный ролик. Если это так, не забывайте оценить его пальцем вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить еще больше интересных роликов. А я вас всех очень сильно люблю. С вами была Кристина. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!